Интересно, мы сейчас уже прямо говорим на нашу тему. Я вам тонкая страница человека вкратце описал, а вообще есть целые семинары на эту тему. Изучайте. То есть, если говорить о гармонии, вот мы говорим о гармонии сейчас, виды любви, как родные становятся, давайте сначала, прежде чем об этом говорить, мы сначала с вами просто поговорим о том, что есть определённые вещи, вещи, которые просто нас делают совершенно разными и непонятными друг для друга. Причём интересно знать, что то, что женщина считает счастьем в отношениях, для мужчины это всегда аскеза. Вот это запомните, чтобы вот эту тему понять взаимоотношений. То, что женщина считает счастьем, для мужчины это аскеза. Ну, допустим, вот почему нам бы не сесть и просто нежно и по-доброму друг с другом поговорить? Женщина вот вопрос такой мне сейчас задала. Вот вспомните такую ситуацию. Вот сейчас проанализируйте. Допустим, вы подходите к мужу или к своему знакомому, близкому человеку, и говорите, «Слушай, пойдём с тобой поговорим по душам». И он говорит, «Может, завтра я сегодня устал» или что-то в этом роде. И сразу возникает недоумение, «А что тут как бы напрягаться-то? Я же тебя напрягаться не заставляю, я с тобой просто поговорить хочу». Видите, разница конкретная в восприятии мира, то, что женщина является счастьем, женщина получает отдых в общении. Для женщины, если она, допустим, с кем-то поговорила хорошо, она чувствует, что ей хорошо. Психика успокоилась, и поэтому ей обязательно надо на телефоне сидеть какую-то часть времени в течение дня. И поэтому в компании развиваются у нас все эти МТС. Потому что эта потребность колоссальная, а бегать друг к другу сложно. И причём мужчины тоже любят на телефоне посидеть. Женщины могут аргументировать, скажут, что у меня муж тоже на телефоне сидит. Но интересна разница. Мужчина, когда сидит на телефоне, он говорит о делах. А женщина, когда сидит на телефоне, она говорит об отношении, о жизни. Так ведь? То есть мужчина может быть болтливым в области социальной сферы жизни. То есть всё, что связано и с его работой, с его хобби, всё, что связано с его личным развитием и трудом. Мужчина может часами об этом говорить, но это не та беседа, которую женщина проводит. Она говорит ласково очень с подружкой. Она может посплетничать, поговорить о том, что кого-то мы не любим. Мы вот друг друга любим, а этих мы не любим. Вот она вот говорит о том, кому мы любим, кого мы не любим, там об отношениях говорит. Но мужчина, ему неинтересны эти беседы. Или, допустим, деловая беседа, пришёл друг к мужу, жена должна покормить их, и они начинают свою эту телегу. Женщина сразу уходит. Не потому, что она такая деликатная, что эта тема производства, это деликатная, да потому, что ей это уже вот на ушах сидит конкретно. Она устает от этих бесед всех, и она говорит, вы уже 50 раз это обсуждали. Чё опять об этом говоришь? Так ведь? Но когда она сама 50 раз об одном и том же с подружкой говорит, это нормально. То есть, видите, у нас реально, у нас реально есть большая разница. Итак, вы запомнили, да, то, что женщине является счастьем для мужчины аскеза. Итак, первая серия. Будь со мной ласковым, ласковым. Мужчине очень тяжело, потому что он по природе неласковый. Женщина говорит, ну как же он, он же ко мне ласкается, как бы пытается меня гладить там и так далее. Знаете, это результат вашей собственной энергии. Веды объясняют, что женщина соткана из энергии любви, и она по природе ласковая. Вот, допустим, женщина с женщиной встречаются, могут обняться, поцеловать друг друга, погладить по голове, по-доброму сказать что-то. Вот, но мужчины, когда встречаются, они не обнимаются, не целуются, по головке друг друга не гладят, наоборот, они могут подыхло дать друг другу. Это проявление любви мужской. И, допустим, то же самое, ребенок, мальчик к папе подходит, он начинает его боксовать в колено, маленький, а к маме подходит, обнимает ее, маму не боксует. Правда ведь? Ну, то есть, человек реагирует на человека просто. И если мужчина ласковый с женщиной, то это результат ее собственного отношения к нему, чтобы вы знали. Ну, то есть, правило номер один. Если мы хотим чего-то от человека, знайте, это больше наша природа, нежели его. Будь со мною ласковым, будь со мною нежным, будь со мною бережным. Это все женские качества характера. Будь со мною прежним. Тоже верность, тоже женское качество характера. Говорить счастливые, глупые слова. Это мужчина глупые слова не любит говорить. Женщина любит. Ну, то есть, видите, она его как бы просит делать то, что его мужской природы вообще никак не касается. То есть, она его просит делать то, что вообще он не может делать без аскезы. Ну, вот, допустим, мужчины глупые слова говорить, это очень сложно. Потому что он соткан из серьезности, с самого детства. Посмотреть на маленького мальчика. Маленький мальчик родился, ему все год, он такой, уже все, уже серьезный. Еще не понимают почему, но он уже серьезный. Знаете, потому что у него мужская природа. Так устроена психика у ребенка просто. Или опять же, допустим, ласка. Допустим, мужчине вообще очень трудно вот в атмосфере ласковости находиться долго. Допустим, приведу такой пример. Возьмите маленького ребенка, девочку, начните ее целовать. Какая реакция? Она смотрит в глаза, улыбается, довольная такая. И не против. Хоть час целую ее, без проблем. Так или нет? Так. Теперь берем маленького мальчика, годик, допустим, и начинаем, мама с любовью, начинает его целовать. Какая реакция? То есть он кряхтит. Так или нет? Почему он кряхтит? Потому что ему тяжело. Это энергия любви, она переполняет мужское тело. И мужчине тяжело это долго, вот воспринимать эту энергию, она его перегружает. То есть он не ласковый по природе, он наоборот смелый, отважный, сильный, храбрый, серьезный. Другая природа. Так? Но женщине кажется, почему ты не понимаешь меня? Не то, что он не понимает, просто ему же надо аскез совершать, чтобы делать то, что тебе нравится. Но так как это находится в сфере женского эгоизма, даже если, несмотря на то, что я об этом сказал, женщины вряд ли сейчас это усвоят. Не всегда равно придут домой и скажут мужу немножко другое. Они скажут, я в лекции услышал, услышала, Олег Геннадьевич сказал, что я по природе ласковая, нежная. Вот. И ко мне именно так надо относиться. То, что это аскеза, но это уже другой вопрос, это как бы твои проблемы. Видите, эгоизм, он немножко в свою сторону всегда действует. Итак, теперь берем дальше. Женщина теперь рассказывает о том, как бы она сейчас в личных отношениях, а как теперь в жизни с ней надо себя вести. Ну, пунктов аскезы, пунктов 10, наверное, да? Не меньше. Так? Теперь. Что? Назад. Ну, отдавать что будем? Вот здесь интересный момент. Вот это то, из чего соткана личная жизнь. У женщины к мужчине очень много требований внутри личной жизни, потому что личная жизнь является основой её существования, судьбы. Женщина соткана из личной жизни, и поэтому у ней много пунктов, которые муж должен делать, чтобы она была счастливой, потому что это её основа жизни, личная жизнь для женщины. И даже деловые отношения женщины очень трудно строить. Достаточно ей немножко ласково улыбнуться, и деловые отношения до свидания. Начинаются личные сразу. Понимаете, о чём я говорю? Женщине самой даже деловые отношения трудно строить, потому что очень быстро может произойти переход на личные отношения с любым человеком. Поэтому ей трудно работать в деловой среде, потому что природа совсем другая. Но вот те два пункта, которые женщина отдаёт назад в результате всех перечисленных аскез, для мужчин вполне устраивает, как ни странно. То есть назад чего получает мужик? Получает, я весёлый всегда, то есть я тебе в мозге парить не буду. И красивый я буду. То есть любимый. Красивый означает любимый. И мужчины согласны. Если женщина ведёт себя как счастливая, то есть она всем удовлетворена, и она ещё и глазки при этом строит, мужчине в принципе ничего не надо. Он готов за это отдавать свою жизнь. Согласны мужчины или нет? Согласны. Вот ничего в общем-то от женщины больше не надо. Вот это главное, чтобы она просто не сильно мучила, была счастливой, и красивой. То есть энергия любви, чтобы от неё шла. Но ещё одна вещь. Вот видите, женщины, смотрите, много пунктов, правда, но у мужчины тоже есть один пункт, который женщине очень трудно выполнить. Но у мужчины, может,